Друзья мои хорошие, я всех приветствую на своем канале, меня зовут Дмитрий, канал Доброедет. Сегодня вторая часть обзора на штурвал от компании Троссмастер, на квадрант от компании Троссмастер. В комплексе это Boeing Edition для авиасимуляторов, специально разработанная совместно с компанией Boeing. Это лицензия от Boeing. Сегодня мы посмотрим, как это все дело настраивается, какая кнопочка за что отвечает, установка драйверов и так далее, тестирование осей, плюс небольшие полеты и тесты в Microsoft Flight Simulator 2020, для которого был разработан и предназначен этот девайс, этот комплекс, скажем так, вот этой всей аппаратуры. Что касается X-Plane 11, X-Plane 12 припар и других каких-то симуляторов авиа, то соответственно у меня их как бы нету, я буду на основе Microsoft Flight Simulator 2020 делать. Но в YouTube куча роликов, зарубежных каких-то стримеров, блогеров, которые также все это настраивали вот в этих симуляторах там 11 и 12 X-Plane и также тестировали. Поэтому проблем никаких не должно, ребята, быть. Давайте потихонечку начинать. Кто не смотрел первый обзор на распаковку штурвала и квадранта, ссылочка будет вот здесь вот где-то всплывет она, первая часть. У нас вторая часть, настройка и тесты. Поехали. Друзья, нахожусь я на сайте Trustmaster, переведенный, естественно, на русский язык, как вы видите, русский. И первым делом, с чего вообще сталкивается каждый, наверное, человек при покупке какого-либо джойстика, клавиатуры, мышки, руля и так далее, это первоначальная и самая важная эта настройка. Естественно, у большинства, особенно топовых каких-то устройств есть программное обеспечение, где есть какие-то тонкие настройки, плюс это должна работать как-то с компьютером, да, естественно, то есть чтобы все было хорошо и наш джойстик, штурвал, руль и так далее определялся компьютером и беспроблемно работал. Поэтому первое дело, это настройка с драйверами и со всеми вот этими вещами. Сайт Trustmaster, это у нас джойстик, мы переходим в раздел джойстики, сейчас у нас запустится вот эта вся перечень всех аксессуаров, всех девайсов, всех вот этой, всей продукции компании Trustmaster, где есть и старые, и новые. И мы начинаем спускаться ниже, и как вы видите, здесь у нас есть вот квадрант Boeing Edition, есть у нас, сейчас я его найду, где он, есть комплект Boeing Edition плюс квадрант и, собственно, сам штурвал. Так как у меня все это в комплексе, да, я могу сразу выбрать Yoko Pack Boeing Edition. И смотрите, помимо того, что здесь есть инструкция эксплуатации, она на английском языке для PC и Xbox One, также серия X, серия S, то есть это подключается не только к компьютеру, но и к Xbox серии One XS. Плюс к этому есть, естественно, драйвера, это для компьютера, то есть в Xbox вы вставили, переключили здесь переключатель на штурвале в положение Xbox, кнопочка Xbox есть на штурвале, в обзоре это в первом было. И спокойно играете уже на консоли на своей. Что касается компьютера, обязательно нужны драйвера. Драйвер. Скачиваем вот этот драйвер. Кстати, по поводу обзора писали, что как он будет работать, когда обновится винда. Уже трассмастер об этом позаботился. Windows 10 и Windows 11 прекрасно поддерживает. Видите, уже все, драйвера они есть. Мы нажимаем скачать, скачиваем и просто устанавливаем. Больше никаких проблем нет. Программное обеспечение. Здесь у нас две программы, которые я их ставил и смотрел. Для скриптов. Если вы профессиональный скриптер и можете как-то прописать собственно что-то, то пожалуйста, у вас есть дополнительные возможности с помощью вот этих программ. Вы можете добавлять свои какие-то скрипты и произвольно биндить кнопки, которые по умолчанию не задействованы прямо в симуляторе. То есть свое какое-то видение на то, как это должно работать. Пожалуйста, я не скриптер, поэтому я это не буду. Здесь стоит нам достаточно скачать просто драйвера, установить их и проверить. Игры настройки. Здесь вы можете посмотреть, какие кнопки за что отвечают. То есть вот я тыкнул на PC, открывается у нас вот такая вот вкладочка, где мы с вами можем посмотреть, что из себя представляет. Какие кнопки за что отвечают. Конечно, на английском языке, но в принципе все понятно. Собрались. Теперь переходим к настройке дров. Соответственно, вы скачали драйвера. Вот я их скачивал. Вы их устанавливаете. Он потребует вас перезагрузить компьютер. Вы перезагружаете компьютер. Дальше вы заходите. Настройка игровых контроллеров. У вас появляются две вкладочки. Первая это квадрант. Вторая это штурвал. Квадрант. Дополнительно, понятно, квадрант. Свойства. И смотрите, теперь у нас вот он квадрант определился. Будем смотреть. То есть вот газулька. В рычаг управления 1, рычаг управления 2. Все работает нормально. Причем даже если медленно он не шумит вообще. Ну отлично. Дальше. Включение реверса это 5 и 6 кнопки. Это кнопка фиксации. Дальше вот это. Это у нас управление спойлерами. Это управление спойлерами. Дальше. Переключатель. Альтитюд. Хеддинг. И значит махи скорости. То есть соответственно это переключатель. Крутилка 16.15. Вот так это. Сет 17. Ну и в принципе ребята сбоку у нас кнопочка. Как это заявлено. Авто. Авто тротл. Да. Вот. Это что касается. Квадранта. Все проверили. Можете посмотреть. Искать обновление. Может он обновит даже вам. Но я смотрел. Он не обновлял. Дальше. И управление самим штурвалом. Штурвал. Давайте смотреть. По осям у нас нормально все это движется. Вперед. Назад. Лево. Право. Вот это вот сосочек камера. Да. Как это я сказал. Вот он показывается. Дальше. Кнопки у нас здесь. Кнопки здесь. Все работает. Вверх. Вниз. С этой стороны. Вверх. Вниз. С этой стороны. Нижние кнопки. Есть. 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 Up. Down. Шасси. Если up. Он как бы. Фиксируется. Down. То есть мы когда взлетаем. Gear up. Раз. И шасси у нас поднимаются. И gear down. Шасси опускаются. И управление вот здесь вот внизу. Это вот этот вот. Газулька. И по крайней мере как написано. Спойлер. Они вот до половины здесь. Они здесь до половины. Сейчас даже. Подожди-ка. Или нет. Да. До половины. Ну и в принципе ребята. Как-то вот так это все дело выглядит. Больше ничего. Кнопочка Xbox. Одна. Вторая. Третья. Все. Больше ничего здесь нету. Разобрались. Друзья мои хорошие. Естественно после установки драйверов. Нам нужно проверить программное обеспечение. И обновить. Потому что прошивка также обновляется для штурвала. Как это сделать? Вы когда скачиваете и устанавливаете дрова. У вас в поиске появится. Фирмент. Вот такое вот программное обеспечение. Для штурвала. И смотрите. Здесь у нас версия 1.50. Но я уже обновил. Но я покажу еще раз как это делается. Вы подключили все это дело после установки дров. Нажали. Окей. Идет процесс подготовки. Сейчас он подумает. И начнет обновлять. Когда он обновил программное всю эту историю для штурвала. Он нам скажет о том что все было хорошо. Отключите и снова подключите блок TSA Yoko Boeing. Для подтверждения мы отключаем из компьютера. И вставляем обратно. После чего будет последняя проверка. И наш комплект настроен и обновлен. Друзья мои хорошие. Ну подключил я все это дело к столу. Вот так это все друзья. Выглядит как я и сказал. Места надо много. Потому что вот эта центральная часть. Ну считай прямо посередине. И нужно ноги извините раздвигать. Но тут прям действительно нужно место для этого. Штурвал крепится хорошо. Никуда не люфтит. Ни туда ни сюда. Все это прекрасно и комфортно. Сам квадрант. К сожалению у меня не крепится. Он просто стоит на столе. Должен быть в комплекте еще. Если вы как я в первом обзоре сказал. Что есть еще кронштейн специальный к нему. То есть должно вот так вот все это дело висеть и крепиться. У меня на столе соответственно все это шаткое. И вот ну раз. И можно на нем куда-то непонятно уехать. Поэтому вот к сожалению так. Да на ровной поверхности. У меня здесь еще коврик. Ну как-то так. Давайте теперь по настройкам. Посмотрим что себе представляет. Это Microsoft Fly Simulator 2020. Мы заходим с вами в настройки. Параметры управления. И что мы здесь с вами друзья видим. У нас сразу определяется квадрант Boeing 1 и 2. То есть это двигатель 1 и 2. Здесь есть переключатель. Вот здесь вот переключатель на нем. 1, 2. И мы можем поставить на 3, 4. Если у нас есть в комплекте 2. То есть сделать сразу на 4 двигателя получается. У нас здесь 1 и 2. По умолчанию он определил. И есть Yoko Boeing. Это сам штурвал. Давайте со штурвала начнем. Значит чувствительность проверяем. Что у нас получается по осям. Все это по умолчанию. Джойстик. Как вы видите. Регулировка имеется здесь. Маленькая мертвая зона. Все это естественно. Все эти крутилки. Можно вертеть как вам удобно. Да я оставлю все это по умолчанию. Лево-право. Назад-вперед. Лево-право. Дальше джойстик LZ. Это скорее всего что-то вот это. Ага. Это вот эта история. А вот этот. Я не знаю что это. Ага. Вот. Это у нас обзорность. То есть на руле это. На штурвале это вот такая вот крутилочка. Стик такой. Да. Так называемый. Понятненько. Что касается настроек. Да. Давайте мы сейчас. Ну. Допустим. Я любую кнопку сейчас попытаюсь забиндить. Допустим. Вот эту. Это у нас автоматический автопилот. Хорошо. Дальше. Вот это вверх. Закрылки положения вверх. Вниз. Закрылки положения вниз. Это кнопочка X. Вверх. Руль высоты триммер. Нос вниз. Триммирование высоты. Понятно. Нос вверх. Есть. Дальше смотрим. С этой стороны. Камера в кабине рысканья. Ось. То есть это обзорность свободной камеры в салоне. Понятненько. Дальше. Вот это. Триммер вправо. Понятно. Триммер влево. Элероны. И нижняя. Это у нас триммер вправо. Триммер влево. Руль направления. Окей. Разобрались. Вот это. Задняя. Тормоз. Так. Тормоз. И. Смарт камера переключатель. Рысканья здесь по ходу нету. То есть это надо настраивать. Дальше. Шасси убрать. Выпустить. Ага. Есть. Дальше. На нем. 16. Камера внешнего вида. Это не бинденная кнопка. И вот это. Это пауза. Или же выход в меню получается. Это что касается штурвала. Логично. Так. Теперь. Квадрант. Здесь у нас что имеется? Чувствительность. Давайте посмотрим. Руды у нас мертвые. Никаким образом. Спидбрейк. Есть. Переключателей здесь нет. И это тоже нет. То есть здесь по сути больше ничего. Кнопочки никак здесь не задействованы. Это если по чувствительности смотреть. Но по переключению клавиши. Допустим вот это. Автопилот. Автопилот. Воздушная скорость. Стабилизация. Нижняя. Руль направления. Триммер сброс. Вот это автопилот. Стабилизация курса. Хейдинг. Вот это. Высота стабилизации автопилота. Это собственно алтитюд. Высота. Дальше. Низ. Это у нас стояночный тормоз. Сет. Не назначен. А должен быть назначен как принятие. Сбоку. Автомат тяги. Авто троттл. Ну и в принципе. Так. Сейчас я его отключу. Рут. Это управление реверсом. Управление реверсом. Ну и соответственно крутилка. Задача курса. То есть по умолчанию все это ставится ребят. Сейчас я его выключу. Что-то он у меня не хочет выключаться. Ага. Вот так вот он заедает здесь. Понятно. Я его не могу даже переключить. Ага. Вот. Вот так вот. Ага. Не. Не получится. Ну тут как бы понятно. Высота. Курс. Точнее скорость. Курс. И высота. Альтитюд. Хейдинг. И махи. Все понятно. Больше здесь ничего такого нет. Все это по умолчанию. Теперь переходим мы с вами друзья. Уже к полетной части. С настройками мы разобрались. Теперь давайте попробуем полетать. Ну начнем с того, что мы с вами зайдем естественно в карты. Это Microsoft Flight Simulator. И мы будем с вами первым делом тестировать полет. Скажем так взлет, посадка. Какие-то манипуляции в воздухе. На Боинге 787-10. А Дримлайн. Стандартный. Самолет Боинга. Для которого как бы этот штурвал и был в принципе разработан. Это полная копия этого самолета. Беру я его по умолчанию. Мы находим сейчас это у нас Воронеж. Будем взлетать с вами отсюда. То есть сразу взлетные полосы. Без каких-либо там манипуляций. Сразу потому что этот обзор тогда затянется очень на многое количество времени. Ребята. Поэтому да. Call and Dark мы запускать это не будем. Тем более это стандарт. Половина ничего не работает в нем. Ну как бы заводской как он есть заводской. Но для проверки естественно он пойдет. Потому что как бы это все и разрабатывалось для этого по сути самолета. Этой гражданской авиации. Именно этого Боинга. Так. Находимся мы. Вот теперь смотрите. Поехали по порядку. Что мы имеем. Ну во первых. Давайте начнем вот с этой вот Тригета. Который вот он позволяет. Как мы с вами посмотрели. Это у нас свободная камера обзорности. В самолете. Переходим сразу вниз. Как вы видите это полная копия. У нас руль поворачивается. Но есть в конце небольшая вот знаете как это. По градусам да. Немножечко он не проходит. Но я думаю что в принципе привыкнуть можно. Либо поиграться с настройками именно по осям. По мертвой зоне и так далее. Мертвая зона. Видите. Вот минимально там 5 градусов. 5 процентов по моему стоит. То есть вообще она абсолютно минимальна. Можно отключить ее в ноль. Соответственно будет вот так вот у вас болтаться. То есть все это у нас работает. Дальше. По поводу штурвалов. Здесь как я и сказал. Джойстик управления свободной камеры. Вот эта кнопочка. Сброс стандартных настроек. Кокпита камеры. Далее ребята. С этой стороны. Кнопка. Это у нас поворот в разные стороны. Либо же если мы вверх нажмем. Это переход между камерами. На разные панели. Вот так это все выглядит. И соответственно сбросить мы также все это дело можем. Можем. Сейчас я в салоне этот сброшу. Вот. Ну наверное. Вот. Как-то так. Поехали дальше. Здесь у нас автопилот. Тригет по тангажу. Переключает. Анимация присутствует. Тригет по тангажу. Есть. Автопилот. Ну понятно. Это будем смотреть. Там уже. Дальше ребята. Курок. Приближение к какой-то значимой области. Да. Видите он показывает нам. Вот. Воронеж имени Петра Первого. Дальше. Этот курок. Это у нас тормоз. Сразу. Понятненько. Окейно. Дальше. Х у нас. Это у нас. Переключение закрылок. Переключает. С этой стороны. А вот это. Не работает. Наверное надо биндить. Непонятно здесь. Что это такое. Сейчас подожди. Я посмотрю. Ну. Никаких. Да. Никаких манипуляций здесь. Хотя он там показывает какое-то отклонение. Вроде как. Хотя нет. Нет. Здесь он не показывает. Ну. В принципе. Больше ничего. Дальше. Шасси. Up. Down. Переключает. Снизу у нас получается. Эти. Не задействованы. Так как у нас стоит квадрант. Ну. И в принципе. Больше ничего. Да. Единственное. Вот эта вот кнопочка. Это у нас что. Изменение вида. И мы можем еще поворачивать. Джойстиком. На штурвале. Если мы хотим какой-то обзор. Ну. На самом деле. Очень удобно. Если мы когда подлетаем. Будем смотреть. Где нам садиться. И так далее. Удобно. Возвращаемся. Обратно. Средняя кнопка. Ничего не задействует. И. Крайняя. Это выход в меню. Да. Выход в меню. Так. Понятно. Это что касается штурвала. Теперь по поводу квадранта. Давайте смотреть. Спидбрейки. Спидбрейки. Переключают. Плавненько. Ну-ка. Сейчас остановлю я. Непонятно. То есть. Вот эта история. Странно очень работает. Смотрите. То есть. Не до конца. Да. То есть. Я вот так вот поставить наполовину не могу. Либо да. Либо нет. То есть. Вот так это будет выглядеть. Так. И он видите. Возвращается почему-то. Вот. Вот он. Не доходит почему-то. Так. Дальше у нас. По рудам. Рут 1. Рут 2. Есть. Реверс. Реверс. Включает. Выключает. Мы сейчас наверное куда-то поехали. Нет. Никуда не поехали. Далее ребята. Ну это понятно. Авто троттл. Пока он здесь не работает. Посмотрим как это в воздухе будет. Далее. По кнопкам. Первая. Высота. Сейчас приближу даже. Первая высота. Крутилкой. Мы можем накручивать. Если я быстро. Буду крутить. Ничего не получится. Если медленно. То в принципе. Можно накрутить. Да. Прям вот быстренько. И. Вот эта кнопка. Которая как раз смотрит. Она как бы фиксирует. Холд. Хэдинг. Это курс. Изменение курса. Сет. Пока тоже не задействован. По умолчанию. И высота. Альтитюд. Да. Высота тоже регулируется. Здесь кнопочка Холд. Альтитюд. Включается. Хэдинг. Тоже. Принятие курса. Вот он включает. Обратно. Он не сбрасывает. То есть по умолчанию. Ребята. Он не сбрасывает. То есть это придется. Вот так нажимать. Сет сбросить. И здесь. Тоже наверное. Придется как-то отключать. Я не знаю. Ну то есть по умолчанию. Это выглядит вот так вот. На дефолтом самолете. Понятненько. Больше. Как бы. Ничего. Сверхъестественного. Попробуем полетать. Мы находимся на полосе. Камеру мы можем посмотреть. Как я сказал. Вот так вот. Боинг. 7.8.7.10. Ну что. Поехали. Включаем тягу на полную. Раскрутка двигателя. Снимаем стояночный тормоз. Чуть я опущу пониже. Закрылки у меня на 15. Ну. Будем смотреть. Нет у меня педали для рыскания. То есть для движения. Поэтому самолет может естественно уходить. Я ничего не биндил. Никакие кнопки. Ну. Будем смотреть. Вот у нас самолет сейчас уходит. Виван. Поднимаем нос потихонечку. И начинаем с вами взлетать. Гирап. Шасси поднимаем. Все это прекрасно функционирует. И работает. И взлетает. И начинаем набирать с вами высоту. То есть по управлению ребята. Смотрите как плавно все это. Как это все плавно работает. То есть управление. Лайнером. Ну просто шикарное. Просто шикарное. То есть. Блин. Тактильные ощущения. Очень. Очень приятные. Немножечко подуберу. И смотрите. Мы с вами взлетели. Давайте поработаем немножко с квадрантом. Поехали. Первый у нас. Махи. Это у нас скорость. Допустим скорость 200. Мы. Включаем. У нас включается автотяга. Курс. Мы с вами выберем. По умолчанию. Включаем курс. И. Делаем с вами. Высоту. Ну допустим 6000. 6000. И включаем автопилот. Включается автопилот. Понятное дело. Что мы руками с вами. Можем выбирать. Вертикальную скорость крутить. С какой. Будет он подниматься. Сейчас у нас самолет начинает двигаться. То есть уже полностью на автоматике. Используя. Квадрант. Как. Управление. Панелью. И вот мы с вами сейчас держим. Получается. 200 у нас он будет держать. Набирает при. Вертикальной. 200. До 6000. Высота. На 15 закрылках. До сих пор. Естественно. Закрылки мы можем регулировать. Вот этой вот. Но я это не буду сейчас делать. Но понятное дело. Что все это двигается. Дальше. Воздушный тормоз у нас. В положении. Понятно. Он никак не армируется. Ничего здесь. И вот мы с вами летим. Вид менять. Понятное дело. Что мы можем. Вылетели с. Дрома. Аэропорта. Воронежа. Вот этой кнопочкой. На штурвале. Мы можем. Посмотреть. Значимое какое-то место. Воронеж имени Петра Первого. Это у нас. Тормоз. Автопилот. И. Понятное дело. Что это все забиндено. Тримирование. Руля. Тримирование орудов. Ну и соответственно. Мышка также здесь работает. Мы с вами взлетели. Ребят. Окей. Что дальше. Ну давайте попробуем развернуться. На руках. И сесть. То есть я отключаю. Автопилот. И потихонечку. Сейчас начну. Руками. Начать поворот. Разворот. И снижение. Также естественно. Если я включу сейчас автопилот. В обратную. Да. Кнопочку. У нас самолет выровняется. По тому курсу. Который нам нужен. То есть я могу. Выбрать вот так вот. Переключить на хейдинг. И. Накручивая курс. У нас самолет начнет сам поворачивать. По тому курсу. Куда нам надо. 2 500. Мы можем. Гиртдаун. Шасси у нас выпускается. Ну и постараемся как-то здесь сесть. На самом деле. В авиации. Легко взлететь. А вот сесть. Это большая. Друзья мои. Проблема. Ну особенно для тех. Кто не часто летает. То есть это практика нужна. Конечно же это нужна практика. Стараемся сесть. Ну да. Низковато. Включаю реверс. У нас включился естественно реверс. И. Мы с вами. Вот этой тормозулькой можем остановиться. То есть да. Немножко я попрыгал. Конечно. Но. В принципе. Ничего. Стояночный. А. Потому что я задел стояночный. Ребята. Тут знаете какой косяк интересный. Когда вы управляете квадрантом. Вы ненароком. Ладошкой. Цепляете все эти кнопки. Вот я нажимаю. И у меня вот кнопка цепляется. Это может быть. Вот я видите. Паркинг цепанул. Который вот на эту кнопку забинден. Давайте друзья. Мы попробуем универсальность этого штурвала. Что я хочу этим сказать. Хорошо. Это для гражданской авиации. А если мы. А если мы возьмем с вами какую-нибудь легкую технику. Вот прям вот интересно. Как будут у нас работать какие-то винтовые самолеты. Ну допустим Cessna. Так. Это у нас легкомоторник. Вся та же самая история. Мы можем с вами посмотреть. Окей. Дальше. Поехали здесь. Управление закрылками. Здесь та же самая история. Сейчас я уберу вот этот штурвал. Кнопочка. Переключение закрылок. У нас так же друзья с вами есть. Окей. Дальше. Понятно что нужно биндить. Управление смесью. Не работает. Смесь всегда. А газ. Вот он. Брейк. Тоже здесь не функционирует никак. Хейдинг и так далее. Я думаю что. Сейчас мы посмотрим. Скорость. Скорость здесь нет. Курс. Скорее всего накручивать придется. включением самого как бы до этого курса здесь на панели. Потому что по другому наверное он не будет работать. Да. Вот я включаю сейчас курс. И начинаю курс как-то крутить. Будет что-нибудь меняться? Ага. Курс у нас меняется. Вот. Зелененький курс у нас все-таки меняется. Но никак не изменяется, не фиксируется. Понятно да? То есть хейдинг у нас как бы работает. И высота. Да. Высоту мы с вами можем накручивать. Высоту мы можем с вами накручивать. Автопилот. Та же АП. Автопилот включается и отключается. Ну наверное как-то так. Дальше ребята. Тормоз. Непонятно. Это у нас стояночный. Понятно. А вот этот не хочет. А вот этот не хочет. Короче здесь нужно биндить друзья мои. Здесь действительно нужно будет биндить. Ну давайте полетели. Попробуем. Как вы видите у меня нету чем его управлять. Он сейчас полетит куда угодно. Но мы сейчас главное взлетим. Просто взлетим. Да. Мы поехали с вами в посадке. Это понятно. У меня нету триммера. Нету у меня рыскания. Но как-то мы сейчас будем взлетать. Допустим. По полям мы с вами гоним. Потому что опять же не забиндено. Но начинаем взлет. Ух ты ж блин. Держим. 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 Вот здесь скорее всего кнопочкой. Триммер высоты. Да. Вот. Триммер высоты. Здесь работает. Он работал и на Боинге. То есть все. Я оттриммирую сейчас самолет как мне надо. И могу даже руками его не трогать. Он будет. Ну. Сам взлетает. Сам будет лететь. То есть трим высоты здесь. Понятно что регулировку. Вот я сейчас видите. Нажал. У меня начал падать. Вверх. Соответственно у меня он начал нос задирать. Соответственно триммеровать здесь можно прям. Из коробки. Нажму я вот так. И что у нас получается. Сейчас я его оттриммирую опять. Да. Да. Вполне себе комфортно. Мы можем с вами. Летать. Даже на этом типе самолета. Ну смотрите. Как бы управление здесь. Ну. Достойное друзья. Правда достойное управление. То есть комфортнее чем на Yoko Fly Systems от Logitech. То есть вот это все дело. Штурвали прекрасно функционируют. На вот этом симуляторе. То есть повороты. Развороты. Очень все мягенько. Комфортно. Если еще подстроить оси. Мертвую зону и так далее. Оно будет шикарно. Естественно все это отображение. Сбросим камеру. И я могу прекрасно вот так вот этим делом управлять. Шикарно. Шикарнейшая просто тема. Давайте попробуем сесть. Развернулись мы опять же Воронеж. Закрылки. Прямо сразу я на максимум. Потому что и триммер я сбрасываю. Мы сейчас будем пикировать. Слишком высоко мы летим. Но в принципе. Я думаю у меня получится здесь сесть. Я сейчас специально нос так сделаю. Для высоты. Нет шикарно. 80. Мы должны с вами выровняться где-то в районе 60 примерно. Аккуратно. Аккуратненько. Конечно высоковато в этом все дело. Но в принципе. Вот и можем аккуратно выравнивать самолет. Оп. Да. Ну и соответственно. Мы с вами уехали непонятно куда. Потому что у меня нету опять же педали ребята. Я не могу управлять им на земле. Поэтому торможу стояночным тормозом. Но суть в том что все это работает. Все это прекрасно функционирует. Даже на таких легких самолетах. Это шикарно. Последний ребята. Обзор по поводу этого симулятора. И этого штурвала. Всем естественно интересно посмотреть на самый известный мод. От PMGD. 737. Но давайте мы его тоже попробуем. Каким то образом здесь друзья. Затестить. И как функционал этого штурвала работает с модами. Прям из коробки. 737 от PMDG. Это мод. Известный мод. Есть аналог по моему от Ziba еще. Это модификация сторонняя. Вот как она будет работать со всей этой историей. Пока неизвестно. Но будем. Давайте смотреть. Итак. Управление камерой. Все понятно. И так все это работает со штурвала изначально. Дальше. Положение закрылок. Закрылки у нас работают. Опять же все нормально. Биндится и анимация присутствуют. Автопилот попозже. Камера. Вот это тоже будет работать естественно. Дальше. Триммер управления управляется. Дальше. Здесь у нас. Триммер руля. Анимация и переключение работает. Дальше. Это у нас что? А вот это у нас по-моему не работает. Дальше. Паркинг. Странно работает. Глючит. Он же является походу и тормозом. Вот это. Ага. Как-то забиндено. Смотрите по умолчанию. Вот это и паркинг брейк. И тормоз. Одновременно. И вот эта кнопочка у нас. Является тоже. Вот. Тормозом. Педали. Хорошо. Дальше. Спидбрейки. Вот здесь работает. Смотрите как я. Пальцем. По чуть-чуть. Вот здесь работает шикарно. Эта история. Медленно. Не шумит ничего. Естественно. Он не фиксируется никаким образом. Не триммер. Как это? Вы меня поняли. Да? Про что я имею ввиду? Нельзя его как-то. Да. Он автоматиз. Здесь ничего. Это дело. Нельзя армировать. Дальше. Автомат тяги. Как вы видите. Включается на панели. И стоит с этой стороны. Дальше. Управление двигателем. Один. Есть. Второй. Есть. Медленно. То есть вообще смотрите. Работает. Прям вот. Как будто прям для него и сделан, если честно. Получше, чем даже дефолт. Смотрите, как управляется плавно. Хотите так. Хотите так. Ну, то есть вообще, гляньте. Мы, походу, поехали куда-то. Ну, пускай. Мы едем. Не судя. Я потом перезагружу. И спидбрейки. Ага. Вот так включается. И второй так же. Естественно, снаружи это все дело тоже работает. Да. Закрывается, закрывается. Давайте посмотрим по панели автопилоту. Опять же. Первое. Махи. Работают. Быстро. По одному. Медленно. Вальяжно. Очень быстро он начинает. Да? Дальше. Холд. Кнопочка спид. Работает. Дальше пошли. Курс. Хейдинг. Курс тоже работает прекрасно. Тоже можно нажать. Хейдинг сет. Сет. Пресс вот этот. Не работает. Высота. То же самое. Блин, шикарно. Все работает. Нажать. Тоже альт хут. Мы можем. Ну, понятное дело. Здесь он ругается. Здесь технология. Ну, давайте хрен с ним. Полный газ. Ругаемся. Будем взлетать. Поворачивает тоже ничего. Нормально. Да, взлетает. Взлетает. Но здесь он работает как-то, знаете. Вот так вот сейчас сделаю. Взлетает он здесь. Он нос задирает прям ох-ох-ох, ребят. Ну, прям ох-ох-ох. То есть здесь надо либо как-то управлять. Хотя управляется он тоже, ну, неплохо. То есть, в принципе, им управлять можно. Шасси. Гирап. Вбираем, естественно. И все, высоту он как бы набирает, да? Сбрасываем чуть-чуть. Можем, естественно, оттримировать его, в принципе. Если я сейчас еще попробую. То есть, стрим тоже работает здесь. Система триммирования. Ну вот, как более-менее оттримировали, да? Можно чуть-чуть еще убрать. И все это как бы вполне себе. Управляется и летает. Но на моде он работает как-то по-другому, ребята. То есть с дефолтом сравнивать, блин, нет. Здесь надо привыкать. Либо как-то по настройкам что-то делать. Потому что он по-другому себя ведет. Вообще по-другому себя ведет. Возможно, потому что тот дефолт, а это нет. Давайте теперь, хорошо, мы сейчас с вами и проверим еще какая-то работает история. Давайте, я накручиваю. 200. Включаю автопилот. Автомат тяги. Курс остается. 5 тысяч. И сейчас самолет у нас начнет сам потихонечку и сбрасывать скорость. Потому что 200, а мы уже 280. Ну, понятное дело, да? То есть у нас самолет все-таки начинает прекрасно, кстати, справляться с автопилотированием. Владирект надо включить, конечно же. И смотрите, да, пока у нас скорость будет падать. Ну, давайте я сейчас выставлю 250. Чтобы у нас до 249. Все, 249. Автоматика справилась. Сейчас у нас начинается, будет у нас подъем. Ну, да, он потихонечку будет у нас подниматься. Вот, ребята, как-то, как-то так, наверное. То есть вот так это все, в принципе, летается. Шасси опускаем, поднимаем. Все это работает. Даже на моде. Более детально будем летать с вами именно на стримах. Смотреть, как это все дело будет функционировать. Вот, наверное, как-то так. Друзья мои хорошие. Ну, подведя итоги второй части. Уже, как говорится, в бою. Пользование штурвалом и квадрантом Boeing. от компании Трансмастер. Ребят, ну, честно, я не профессиональный пилот. Я даже пилот. Пилот и даже не Симмер. Но, как даже человек, который, по сути, не летает, так таковое, даже я с этим справляюсь. И я постарался показать вам весь функционал, который заложен по умолчанию. Прямо из коробки. Подключил провод в компьютер, зашел в игру и играешь. Уже все изначально настроено. И это класс. Это действительно круто. Более профессиональные люди уже сами под себя настроят те или иные кнопки, за что они отвечают. И ими будет конкретно пользоваться. И вся система полета будет еще комфортнее. Но, ребят, это действительно универсальная штука. Офигенного качества. Все мягенько, все плавно. Управлять одно удовольствие. Как это все рулится, это просто что-то с чем-то. Как на гражданской авиации, так и на управлении легкомоторных типа Cessna, про который я говорил, который я показывал. Очень комфортное управление пушка. А забиндить кнопки всегда можно в управлении, естественно, авиасимулятора. Будь это Microsoft Flight Simulator, либо же какой-то Explained, либо Prepar. Поэтому, ребят, это вышка. Это действительно очень универсальное устройство. А кто катается, катается. Летает на гражданской. Ну, это must have просто. Это просто must have. Не говоря уже про качество продукта. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Стримы, естественно, я на нем буду проводить. Мне самому интересно и при вашей поддержке. С вами был Дима. Канал Добро едет. Увидимся в новых стримах. Не застлайки, подписывайся на канал. Трассмастеру спасибо огромное. Удачи.